Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем проходить Oblivion Lost Remake. И, собственно, перед тем, как мы продолжим наши приключения, мне бы хотелось вас попросить об одной просьбе. В общем, как вы заметили, недавно я начал проходить Amnijia Machine Pop X, и, увы, многие, многие почему-то не обратили на это внимание, лайков особо нету, просмотров тоже. Мне бы хотелось, чтобы вы, в общем, меня поддержали. Просто, ну, не знаю, я стараюсь, а тут вот такая лажа. Ну, надеюсь, мы друг друга поняли. Ну что ж, тут перед тем, как мы зашли на эту локацию, неизвестный сталкер попросил меня зайти в здание школы. Я не знаю, школа это или нет, но здесь есть один сталкер. Ладно, перетрем с ним. Если это, конечно, он. Где он там? Нет, нету его здесь. Ага. Ну, теперь все ясно. Оу. Такой, типа, воу-воу. Привет, Мессер. Я сталкер группы Чистое Небо. Послушай, нас не так много, и мы сотрудничаем с обычными сталкерами-одиночками. Если у тебя есть желание помочь нам, можешь пойти в центральный комплекс и в немедприбор. Немедприбор. Наша группа сейчас там. Наверняка им потребуется какая-либо помощь. Чистое Небо? Впервые слушаю о вашей группировке. Хорошо, если выйдет возможность, я встречусь с вашей группой. Хорошо. Спасибо, Мессер. Все ясно. Так. До этого, заметьте, никто не ходил, а сейчас вот все идут. И почему у меня такая вот беда с текстурами? Это вообще нормально? Ладно. Не важно. Возвращаемся к бармену. Так, почему-то у меня... Задача висит, а как всегда на миникарте Небо зависла. Просто чудесно. Так, а где у нас там барменушка? Если я не ошибаюсь, надо идти вперед. И только вперед. А потом уже как-то само собой будет видно. Пока что я вижу только универмаг. Так. Похоже, мы на месте. Потому что песни я узнаю эту... За километр. Так, нет, не сюда. О, да. Это здесь. Привет. Так, барменушка. Нашел я документы. Отлично. Так, тут говорится о неких психотропных установках, что расположены на территории зоны на севере. Видимо, они являются препятствием. Также говорится, что база ученых на Интере занималась поставками оборудования для этих антенн. Ученые? Что они здесь делают? А черт того знает. Какие-то исследования. Думаю, тебе следует поговорить с ними. Хорошо, я отправлюсь на Интерь. Учти, на озере полно очагов активности ПСИ-излучения. Если не хочешь, чтобы мозги испеклись, держись подальше от центрального комплекса. Хорошо. Хотел бы кое-что узнать. А ничего не хотел бы я узнать. Я бы хотел тебе кое-что продать. И это ЛР-300. Так, а вообще я хочу тебе продать. Сильные иголки. А что-то он... А, да, я забыл тут расценки другие. Магнит. Стеклянный бублик. А что это? Мертвая голова. Артефакт второго уровня. Телепат плюс Р. Появляется в скоплениях аномальной энергетики. Очень высокий. Ладно, я его оставлю. Довольно интересный артефакт. Так, это у нас такие патроны. Ладно, оставлю этот пистолет. Теперь что тут у нас? АКМ. Блин, а что так дорого стоит? Посмотрите, 120 патронов и столько стоит. Ай. Бармен, ты похлеще Сидоровича. Зараза ты эдакая. До встречи. Надеюсь, больше не увидимся. Хотя нет, это не очень хорошее... Это... Не очень хорошее высказывание. Потому что в зоне-то особенно. Так, поговорить с профессором. И где я с ним поговорю? Так. Ну... Я так понял, мне надо найти это? Переход или что-то в этом роде? Так, стоп. Я нет, хотел посмотреть. История. Кое-что узнать. Что тебя интересует? Нет, не то. Находится здесь. Автострада. Выйдешь из бара сразу на юго-запад. По дороге. Так ты выйдешь к озеру. Опа. А что ты тут забыл? Или ты за мной следишь? Ладно. Вот бар. Я вижу, тут на стекле нацарапали маркером. Сталкер. Это... Куда же мне идти? Это сюда что-то? Потому что там вот какая-то тоже автострада есть. Возможно сюда я... Если я, конечно, не ошибаюсь. Блин. Ну, жаба, в отличие от этого, от бармена, дерет не так сильно, как бармен. Из-за этого... Не знаю. Следует сделать вывод, что жаба намного приятнее Сид... Ой, Сидоровича, этого бармена. В разы просто. Если раньше Сидорович все не любили за то, что он барыгаедкий, то здесь наоборот. Бармен какой-то... Бармен какой-то бармен. Бармен типичный Сидорович здесь, а здесь жаба это как бармен. Да, странно все это дело, конечно, но что поделать. И так... О! Мы на месте, походу. И так, вот мы с вами на Интаре. Я успел переждать ночь, ну и к тому же отбил нападение бандитов. Конечно, это было не очень приятно, потому что напаление неожиданно. Так, и что тут у нас? Кто-то стоит, направив ствол... Направив ствол... Это зомби. Ну, судя по походке. Точнее, правильнее сказать не по походке, а по этой какой, по поезде. Но я точно не знаю, как правильно сказать, поэтому... Давайте-ка возьмем ТРСочку и... Вот так вот сделаем. Все. Зомби обездвижен. Так, ты жив, мертв. Теперь мертв. Кто тут ходит? Я не вижу, кто здесь ходит. Ладно. Так. Тут еще какой-то переход, заметьте. Вот совсем неподалеку. Интересно, куда. Ладно, туда мне не надо. Мне надо куда-то туда. Так. Там еще один зомбированный. Ну, в принципе, да, Интарин всегда был такой. Стоп, а это какой зомби? Оу. Это всадник без головы, ребята. И что, я его могу убить? Или он меня может убить? И как мне его... Охо. Офигеть. Вот это уже интересно. Какой-то прям действительно всадник без головы. Так, мне куда-то... Куда? Куда я сам не знаю. Но это явно вперед. И тут опять этот всадник. Тогда давайте-ка сделаем так. Мы возьмем... Возьмем протекту. И пойдем разберемся с этим негодяем. Так. Кабан не идет на меня сейчас. Не идет. Отлично. Вот и все. Жалко, что у них ничего нету, поэтому... Так, что это такое? А, это иллюзия. Я все понял. Нет, нет, нет. Стоп. Черт, бежим. Черт, вот это я ступил. Я хотел нажать бинокль, но из-за того, что... Мой микрофон такой объемный... Я даже не увидел на своей клавиатуре кнопку 5. Поэтому я как-то вот ориентируюсь сейчас на ощупь. Так, а что это за домик? Довольно забавный. Это был местный сосед Васька. И я его убил. Этот сосед Васька был, конечно, плохим человеком. И поэтому... Но его любили собаки. Поэтому на меня напал призрак его собаки. Да, я знаю, что я бред сказал, но все же... Это так. Это зона отчуждений. Здесь не такое случается. Так, а куда я иду? Я надеюсь, я правильно иду. Мы уже с вами прошли довольно... Такой достаточно хороший путь. Поэтому все-таки надо бы сохраниться. Но мы это сделали, поэтому... Не думаю, что стоит насчет этого волноваться. Кто это там шумит? Странно. Вроде бы слышал зомби, но его что-то не вижу. Ну, нету зомби, так нету. Нам это только на руку. Так. Это псевдогигант? По звукам похож. Ооо, нет. Если это псевдогигант, то мне явно капец. Только где он? А, во, я вижу бункер. Стоп, вообще, зачем я сюда пришел? Это же это... Автострада или как ее там называют. Кстати. Закрыто. Закрыто. Есть хоть одна работающая машина? Точнее, работающая, рабочая. В которую можно залезть. Хм. Странно. Увы, нету. Так, а что у нас тут? Так, где тут фонарик у нас? Вот он. Так. Оу. Это было неожиданно. Признаюсь честно. Поэтому лучше, наверное, забежать скорее сюда. К ученым. Так, оружие давайте-ка спрячем. Я не думаю, что они будут рады видеть нас с оружием. На перевес. Блин, как тут фонарик бы отключить? А, я его вроде бы отключил, не? Ладно. А, нет. Не отключил. Все. А теперь точно отключил. Так, это у нас, значит, сталкеры, которые охраняют здешнюю территорию. Стоп. Я не понял, что он не закрывается? Ладно, к черту эту дверь. Главное, что вторая закрывается. И кто это такой? Мужик с квадратным лицом. Нормально. Оу. И ученый с оружием. Профессор, значит. Здравствуйте, профессор. Ой. Профессор. Профессор. Значит, здравствуйте, профессор. Я от бармена. Он сказал, что вы можете помочь мне добраться до центра. Скажите, что за выбросы энергии приходят здесь? Мы не знаем природу этих выбросов, однако, известно, что они идут из-под земли. Ясно. Так. А, это я не то нажал. Я случайно промахнулся. Значит так. Здравствуйте, мессер. Да, бармен связался с нами. Мы обсудили с ним текущую обстановку дел. Да, теоретически можно добраться до центра, но, как известно, путь преграждает некие пси-установки. Что от меня требуется? Мы находимся на одной из научных баз зоны. Наша цель – изучить это место. Дело в том, что здесь, где-то под землей, находится локационная пси-установка неизвестного происхождения. Ее структура очень похожа на ту, что находится на севере. Если бы мы могли изучить эту установку, то мы бы смогли сконструировать пси-блокатор, который бы помог добраться к центру. Итак, во многих участках зоны проводились исследования в области пси-излучения. И дело в том, что люди, работавшие над этим изучением… Нет, не то. И дело в том, что люди работали над этим изучением. Однако должны остаться и их научная работа. Вам необходимо достать два прототипа, разработанные нашими сотрудниками. Первый находится в лаборатории под темной долиной. Опять в тем… Опять в темную долину идти. Ну, зашибись. В закрытой комнате управления лабораторией. Я так и знал, что нам все-таки придется вернуться. Да. Ладно. Код от двери 4678. Куда бы записать, интересно. Ну, я думаю, сохранится, если что. Второй прототип находится в одной из квартир в городке Светлый Путь, что на севере. Точнее, вы можете узнать у лидера группировки Свободы. Он поддерживал с ними связь. Хорошо, я буду… Я добуду прототипы. Отлично, Мессер. Будьте осторожны. На озере много источников излучения. Дорога Светлый Путь находится на одной из антенн на юге. Там есть дорога. Будьте осторожны. Антенна излучает пси-излучение. Да, поговорить с лидером Чистого Неба у него наверняка будет для вас работа. Так, понятно. Ага. Это лидер Чистого Неба. Нет, спасибо. Я не хочу на него работать. Мне не очень нравится его квадратное лицо. Итак, нам нужно добраться до… Блин, что это с дверью? Какая-то она… О! Наконец-то закрылась. Так, давайте-ка посмотрим в ПДА. Что у нас там за задание? Найти два прототипа пси-оружия. Светлый Путь. Я не знаю, где этот Светлый Путь. Но я знаю зато, где Тёмная Долина. Можно начать с Тёмной Долины. Хотя, блин, опять туда переться. Так, ладно. Давайте-ка получше посмотрим, где здесь поближе. Так, значит. Квартир городка Светлый Путь. Лидер группировки Свобода. Это где у нас? Так, значит. Дневник. История. Так, находится над одной из антенн. За одной. На юге. Так, где мы с вами видели антенны? А, вон там. Север-юг. Запад-восток. Если уж совсем придираться, то это где-то там. Точнее, не там, а вот там. Ладно, посмотрим. Быть может, я прав. Я надеюсь, что я прав. Потому что... Блин. Ой, не-не-не, я туда не пойду. Я туда не пойду. Там опасный уровень пси-пси-звучения. Поэтому надо как-то... Надо как-то, надо как-то, надо как-то другой путь найти. Потому что... Нет. Слушайте, чё-то мне не везёт сегодня прям. Во-во-во. И здесь этот уровень. Так, мне туда или не туда? Да ё-моё. Мне главное узнать, там есть переход или нету. Потому что, может, я чё-то напутал. Хм. Хм-хм, антенны. Ладно, я видел где-то ещё переход. Поэтому надо его проверить. Оу. А куда это я вышел? Может, это и есть, кстати... Не знаю. Это поселение или что это тут? Хотя, я думаю, что навряд ли. Угу. Потому что здесь как-то пустына, не... Не души, только собаки. Та ё-моё, собаки, вы что? Совсем уже... Тяжёлые стады. Так. Есть у меня дробайк? Есть. Блин, прицел убогий. О, всё свалило. Так, куда это я вообще попал? Что-то я совсем ничего не понял. Ну ладно, надо найти этот переход, потому что где-то рядом был. И не думаю, что он пропал по неизвестным причинам. Хе-хе-хе. Вообще, за что я пока что этот мод не очень-то и люблю, это что надо всё это искать дело. А поскольку, ну, даются иногда порой точные координаты, а из-за того, что у меня карта не поправлена, приходится вот таким вот макаром, не знаю, на ощупь всё искать. Вот, это скорее всего надо фикс устанавливать. Здесь артефакт. А что там внизу? Блин, где тут у меня фонарик? Ага, вот. Ну нет, туда я спускаться не стану, потому что вряд ли я найду выход. Так, откуда мы шли? С какой стороны? Скорее всего, с этой. Некие потейки тут шумят. Тут вот у нас есть эти антенны, кабанчик. Так, ладно, будем надеяться, что я иду правильно. А это кабанчик вообще или... Или химера? Хотя нет, на химеру не похоже. Ой, нет, их двое, окажется. Вот сейчас протекта стала показывать свой потенциал. Вот это я понимаю. Так, судя по этому трупу, я действительно иду правильно. Потому что я помню, что когда я мочканул всадника без головы, так скажем, я тогда и нашел. Да, вот этот вот переход. Ну, ладно, посмотрим, куда он ведет. Увидимся на неизвестной локации. Итак, я попал на НИИ Медприбор. Я посмотрел в сохранениях. Да, это НИИ Мед... Это, господи, НИИ Медприбор. Я не знаю, какого черта я здесь забыл. Но можно, конечно, сходить к Чистонебовцам и узнать, что у них там для меня за задание. Как вы помните, когда мы шли к бару, в направлении к бару, с нами связался неизвестный сталкер, который оказался Чистонебовцем и попросил нас поговорить с его собратьями. Так. Ага, это свои. Это, скорее всего, Чистонебовцы. Давайте-ка поможем им справиться с угрозой. Только для начала надо немножко поесть. О, черт! А у них тут действительно есть поселение? Ладно, это делается так. А, все, он умер. Он умер. Ребята, это Чистонебовцы, да? Или я что-то путаю? Хм, странно, ничего не отображается. Оу! Посмотрите-ка на эту картину. Развеселую. Ты вылезешь отсюда вне? Блин, вылезет. О-оу! Ребята, на помощь! Ай, иди ты лесом. Вот так вот. Кук с левой. Ну, давай. Оу, я ему помог вылезти. Отлично. Я тебя убил? Я его убил. Зашибись. Так, вообще у меня протекторы без патронов. Совершенно бесполезные. Тогда получается оружие. Значит, берем ТРС. Блин. Когда же вы, гады, исчезнете? Блин, он так еще бежит стрёмно. Так. Не теряя времени, подходим. И надавали ему пши. Так, походу, мне так и не удастся с ними говорить, потому что они все время бегают туда-сюда. Так, кто у вас главный? Ребята, я знаю, что у вас есть главный. Но никто не хочет со мной говорить. Превосходно. Ладно, поднимемся наверх. Может, наверху кто-нибудь найдется. Так. А, ну, понятно. Понятно, вы тоже не говорите. Эх, ребята, ребята, с вами как-то очень весело. Нет, серьезно. Ребята, делайте так. Вот так. Все. Он не встанет. Никогда. А, понятно. Ладно. Здесь делать нечего. В этом я уже убедился. Они молчат. И будут молчать. И молчали. Не, молчали, молчали. Не, они молчали, молчат. И будут молчать. Во. Блин, когда этот квест исчезнет? Ну, е-мое. Он теперь у меня никогда не исчезнет, чувствую. Так. Вообще, я тут потерял кучу времени патронов. Как бы это ни выглядело. Блин. Как вы мне надоели. Так. Граната есть? Ау. Ну, что вы делаете? Своих стреляют? Отлично. О, нет. А теперь быстренько его. А, блин. Зря я это сделал. Ладно. У меня есть идея получше. Итак, ребята, я все-таки решил пойти в темную долину. И стараться не искать это поселение свободы. Ну, по крайней мере, так скажем, в общем, вы подскажете, где находится. Я не знаю, почему у меня игра подвисает сейчас. Дурацкая прогрузка. И порой я даже не знаю, говорить или молчать, когда все это дело прогружается. Иногда просто вот ты говоришь, игра зависает, и дальше продолжаешь говорить, и это бывает не записывается. Ладно. Свободовцы найдутся. Надеюсь, вы мне, если что, в комментариях также расскажете, где они. Сам я пойду в темную долину. Где это место, точнее, где находится эта лаборатория, я знаю. Поэтому разберемся. Пошли домой, пошли. Вот я бы домой пошел сейчас. Но нет, надо всякие тут приборы искать. А ты кто такой? Неважно. О, водка бесплатная. Это я люблю. А это что? А это... Это не важно что. Так, значит, что мне надо от тебя? Ну, для начала возьми это. Что бы тебе взять, да, сударь? Нет, это очень дорого для меня. Да. Да ё-моё. Знаете, чтобы я больше покупал что-нибудь у этого барыги? Я не знаю. В следующий раз все. Я буду даже, наверное, специально на кордон идти к этому... К жабе. Чтобы больше не видеть рожу барменскую. Рожу барменскую. Нормально. Блин. Не пойму, это нормально у меня все с дорогой или нет? Стоп, а что это там валяется? Там явно что-то валяется. И это явно не просто... Что это? Это просто кусочек земли, от которого моя тень исчезает. Ясно. Понятно. Аномальная земля. Аномальная активность. Ну, конечно. Так. Эта выносливость меня добьет. Сколько у меня тут всего осталось? Значит, ТРС. Калаш. И винторез. Причем патронов у меня на это, на это, на это не очень много. Эх, 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 эх. Как-то сегодня не очень счастливая серия. Потому что что-то пока что мне особо не везет. Ладно. Прототип я достану. Я знаю, где это находится. Это место я найду. Пароль я тоже знаю. Поэтому все будет пучком. Да, единственное, что я не знаю, это... Это поселение Свободы. Этот второй... Этот второй какого-то... Комплект или что это? Прототип? Во. Это, я надеюсь, в следующей части разберемся. Вы мне в комментариях напишите. Вот. Небо чистое. Это славно. Потому что когда в этой игре идет дождь, все так громко, что... Все так громко до безобразия, что... Не знаю. Что все просто очень громко до безобразия. Да, просто... Я просто мастер слов. Так. Переход где-то здесь. Уже, я думаю, увидимся... Как это? В темной долине. Итак, вот мы с вами уже и в темной долине. Осталось найти лабораторию. Я тут успел еще сбежать от всех до гиганта. Он так... За мной пытался как-то преследовать. Но в итоге... Когда увидел, что я очень далеко, он так остановился, постоял и... Пошел назад. Так. Осталось найти только теперь эту лабораторию. Я не помню, где она находится. Потому что... А хотя не, я помню, где она находится. Но чтобы ее найти, надо... Для начала найти этих, как их там... Черных слизней. А потом от них как-то вот топать... Вперед. А там уже дальше правее. Ого. Да. Еще найди их. Так. Стоп. Это стройка. Это стройка. Здесь кто-то рычит. Так. Из-за этой выносливости я опять... Чувствую себя беспомощным. Дело очень плохо. Так. Что-то я совсем уже запутался. Если здесь... Ага. Значит, я что-то напутал. Блин. Я что-то сейчас уже совсем немного... Подустал. За все время, когда я сидел за... За этим видео. Что же у меня... Голова не соображает. Причем совсем не соображает. Так. Друг отстанет меня. Я надеюсь, ты добрый. Хотя... Черт у тебя. Все, сдох. Так. Что это у нас? А! Стоп. Мы бежали оттуда вот туда. Значит, лаборатория там или... Или что это... Или что это со мной? Да. Все. Я беру себя на заметку, что... Никогда не записывайте видео... Поздним вечером. Потому что... Потом уже начинаются вот тут вот... Путаницы всякие. Такая небольшая раздражительность почему-то. И у меня мышка начинает глючить. Либо батарейки садятся, либо еще что-то. О, да. Так, ладно. Давайте-ка мы найдем лабораторию в следующей части. А пока что с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok